Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович, мой сегодняшний собеседник, журналист, политический обозреватель Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте и рад вас видеть. Здравствуйте, взаимно. Игорь Александрович, обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке, оценивая сложившуюся в России ситуацию, пишет, что путинский режим больше нет шанса убрать мирным путем, кровавой бани быть. По его мнению, среди демократических сил за власти бороться некому, поскольку все они либо отсутствуют в политической жизни России, либо сидят в тюрьмах, а нынешние соратники Путина понимают, что дело идет к жесткому перераспределению власти, готовятся к силовой борьбе и спешно создают частное военное формирование. Даже официальные структуры, по утверждению немецкого обозревателя, такие как Росгвардия, ФСБ, по сути частные военные компании, готовы обслуживать интересы олигархов и чекистов. Беспощадная борьба, считает Репке, выльется в гражданскую войну и может сопровождаться применением ядерного оружия и распадом страны. Разделяете ли вы такую точку зрения? Ну, частично журналист выступает в роли капитана «Очевидность» по некоторым вопросам. То есть, все тут, что называется, невооруженным глазом видно, что происходит. Понятно, что никакого мирного исхода в этой ситуации не может быть. Уже идет война и поэтому какой тут мирный переход. Вот. Значит, единственное, в чем я не уверен, это в двух терминах. Во-первых, я не уверен в том, что то, что будет происходить, можно назвать гражданской войной, потому что для гражданской войны нужен один компонент очень важный, а именно граждане. Я имею в виду не в данном случае какие-то обидные ярлыки, там граждане-неграждане, а то, что все-таки гражданская война, это была в какой-то степени война идей. Да, и гражданская война на территории России, которая началась после переворота 1917 года, и гражданская война в Соединенных Штатах Америки, это все-таки были воины каких-то идей. Да, там белые, красные и так далее. Значит, коммунисты и белогвардейцы, они были носителями каких-то идей. В нашем случае никаких идей здесь не будет. В нашем случае это будет не гражданская, а мафиозная война внутри России за перераспределение территории и собственности. Это первая поправка, которая кардинально не меняет, конечно, сути вопроса, но вносит существенные коррективы. И второе, это насчет угрозы применения ядерного оружия. Я вот в этом не очень уверен, потому что целый ряд обстоятельств, которые мешают мне признать вероятность этого. Потому что все-таки контроль за ядерным оружием, я думаю, что 12-е управление вооруженных сил России сохранит в той или иной степени. И, ну, в общем, короче, все, конечно, может быть в условиях вот той смуты. Вот то, что начнется после поражения России, падения режима, это будет называться смуты. В условиях смуты, конечно, все возможно, но, скажем, вероятность все-таки применения ядерного оружия, мне кажется, не очень большой. А так все верно, капитан очевидность, как и было сказано. Игорь Александрович, но тем временем Путин подписал ряд указов. Он вел наказание до 5 лет тюрьмы за помощь в отправке его в ГАГу. Официально это называется за помощь в исполнении незаконных решений международных организаций. И мы помним, как из Кремля говорили, что это решение международного уголовного суда нипочем. Мы его не боимся, мы его не признаем. Но указ уже подписан, это факт. И также, ну, относительно тех или иных мер по закручиванию гаек, также Путин подписал указ о введении пожизненного заключения за госизмену. О чем это может свидетельствовать, на ваш взгляд? Ну, это тоже мы сейчас с вами в роли капитанов очевидность говорим о том, что да, у режима есть только одно действие, только одна опция, это закручивание гаек. Ну, скажем так, вот в ответ на нависающую угрозу украинского наступления, Путин не может ничего сделать, и режим его ничего не может сделать с украинской армией, но может ответить двумя способами. Во-первых, ударами по мирному гражданскому населению Украины, что было сделано вот в последние сутки трагедия, которая была на территории Украины. Первое – это удары по мирному населению, и второе – это ужесточение режима внутри, то есть, условно говоря, бомбардировка Воронежа, условно говоря, то есть удары внутри России, по тем остаткам сопротивления, которые находятся внутри России. Даже не сопротивления, а просто какой-то, может быть, нейтральности, еще что-то. То есть, удары по населению России. То есть, Путин может отвечать на эту угрозу украинского наступления только удары по мирным гражданам, как в Украине, так и в России. То есть, если же мы говорим о тех ракетных ударах, которые состоялись на днях, и есть погибшие и взрослые, и дети, Министерство обороны России, ведомство Шойгу успели отрапортовать, написали на своих официальных страничках, что попали точно в цель. То есть, это такие вот, как вы говорите, превентивные удары в канун грядущего украинского наступления. Я думаю, что они не превентивные, они просто рутинные. То есть, на самом деле, это то, что они могут. Вот они не могут уничтожить украинскую армию, они не могут предотвратить украинское наступление, они не могут победить на поле боя, они могут, ну вот, последний уже почти год Россия не имела никаких успехов на поле боя. То есть, практически год. И никто сейчас не говорит, в том числе и в российских официальных средствах массовой информации, никто не говорит о российском наступлении. Все говорят об украинском наступлении. Это не случайно, потому что, действительно, наступательного потенциала у российской армии, видимо, все-таки нет совсем. И вот единственное, что может, да, может с большого расстояния уничтожать украинские города, убивать мирных граждан. Да, это они могут. Что-то сделать с украинской армией, видимо, не могут совсем. Потому что украинская армия представляет собой сейчас довольно серьезную силу. А украинские города пока не защищены в должной степени для того, чтобы сопротивляться вот таким вот ударам российских фашистов. Игорь Александрович, последние, кстати, несколько дней очередной парад заявлений по теме украинского контрнаступления состоялся. Зеленский говорит, что контрнаступление будет. В помощи для Украины не может быть никаких табу. Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что в глобальном смысле к наступлению украинская армия готова. А старт зависит от погоды и решения командования. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское контрнаступление – это нерешающая битва, финальная та, которая приведет к полному освобождению территории. Скажите, пожалуйста, вот относительно темы наступления, наступательных операций вооруженных сил Украины, кстати, об этом говорил тот же Резников, что перегреты уже ожидания, что настолько задрана планка, что в случае, если вот это контрнаступление не сможет оправдать вот эти многомиллионные ожидания, то всякое может произойти, всякое может случиться. Это же война. Ну, во-первых, я по поводу терминов. Извините, но вот такой вот, так сказать, может быть, дотошность лингвистическая, но мне кажется, она важна, потому что, как говорят, о контрнаступлении. Контрнаступление – это совсем другая военная операция, и она следует после наступления противника. А где мы видим наступление противника? Оно где? Давайте его разглядим в микроскоп. Нет никакого наступления российской армии, поэтому и контрнаступления украинской армии быть не может. Это принципиально разные операции, при том, что я не военный, я офицер очень-очень глубокого запаса давным-давно, так сказать. Но вот мои представления, что это совершенно разные операции военные наступления, контрнаступления. В одном случае, так сказать, это удар на раскрывшееся в результате наступления войска противника, а во втором случае это тяжелое… Я не случайно об этом говорю. Сейчас объясню, почему. В общем, а в другом случае наступление – это тяжелая история, при которой неизбежны серьезные потери, и при котором, так сказать, и риски тоже достаточно большие. Поэтому я думаю, что завышенные ожидания в связи с украинским наступлением, они никаким не контрнаступлением, они, в общем-то, опасны. И вот здесь я должен сказать, что мне представляется достаточно обоснованная позиция Кулебы, которая говорит о том, что не надо ждать, что вот одним могучим броском, решительным ударом Украина освободит всю свою территорию. Вполне возможно, что этого не произойдет. Украина может освободить всю свою территорию одним могучим броском и решительным ударом, в том случае, если внутри России что-то произойдет. Если произойдет что-то в настроении, потому что, как очень часто говорят военные аналитики украинские, в том числе и Роман Григорьевич Светан, война – это математика, это правда. Но я должен скорректировать это заявление. Война – это не только математика, это еще и психология. И очень многое зависит от умонастроения людей. И вот тот самый один бросок и могучий удар может привести к результату, если внутри российских войск сложится настроение паники, настроение поражения, ощущение, что нас предали, и царь ненастоящий и так далее. Мне трудно сказать, насколько эти ожидания оправданы. Если этого не произойдет, то да, действительно, это будет, наверное, не последнее наступление. И главное, чтобы оно было. Главное, чтобы оно было. И главное, чтобы какую-то значительную часть оккупированной территории освободили. Ну, например, с чего мы все ждем? Давайте конкретно. Мы ждем, что будет уничтожен Керченский мост, Крым превратится из полуострова в остров. И в этом случае, как говорит история, Крым удержать будет невозможно. Это было и в истории, когда была оборона Крыма Врангелем. И действительно, серьезные войска Врангеля не смогли удержать Крым в условиях, когда он превратился в остров. И это было и во Вторую мировую войну, когда Крым не удалось удержать и так далее. То есть, на самом деле, мне представляется, что вот как бы хотя бы очень важный, частичный успех, который может действительно заставить совершиться какие-то внутренние изменения уже внутри России, в настроении российской армии, российских силовиков, в правящем классе России, это деоккупация Крыма. Вот если это произойдет, то там дальше может все посыпаться. Может не посыпаться. Вы понимаете, история, это же не механика, когда ты можешь точно рассчитать, что в результате попадания одного бильярдного шара в другой, траекторию его можно просчитать с высокой точностью. Это в истории все-таки в социуме работает то, что называется свобода воли человека. И люди иногда действуют, исходя, вот каждый индивидуальный человек в этой ситуации приобретает огромную роль. Там человек, условно говоря, тот или иной командир, тот или иной генерал может принять то или иное решение. И значительно, они не все, не все не всегда являются винтиками. Понимаете, вот когда была вот эта история падения Советского Союза, то от поведения конкретных генералов зависело очень многое. Там генерал Лебедь, например, отказался выполнять приказы Минобороны. Или там генерал Грачев отказался выполнять приказы Минобороны. Или командование Альфа не стало штурмовать Белый дом. Просто не стало его штурмовать. И все. А если бы стало штурмовать, то все. Кто бы мог. Я был среди защитников Белого дома. Я прекрасно понимал, что если Альфа пойдет, то разметать наши вот эти вот все проволочные заграждения, все эти троллейбусы, которые стояли в качестве баррикады, не было никаких проблем. Для Альфы-то. Поэтому, значит, если бы было принято такое решение, то ситуация могла бы развернуться в другую сторону. Но нет. Вот конкретные генералы приняли такое решение. И здесь многое зависит от того, насколько, скажем, деоккупация Крыма окажет воздействие на силовиков. Насколько будет ощущение того, что все, закончено. У меня нет на это ответа. И ни у кого нет на это ответа. Поэтому это может быть действительно... Все, кто говорит, что судьба войны решится в этом году, они предугадывают, на мой взгляд, не очень основательно, предугадывают, скажем, поведение конкретных людей в ситуации, когда может действительно произойти, ну, например, то решающее событие в этой войне, как деоккупация Крыма. Вот оно возможно. Оно действительно просчитывается, как говорят военные аналитики. Это действительно можно сделать. Дооккупировать Крым. Уничтожив Керченский мозг, мозг отрезав Крым, превратив его в остров и, так сказать, проведя полную, тотальную бомбардировку военных объектов в Крыму, уничтожив их и затем проведя, так сказать, вот это вот танковое наступление, для которого есть все условия. Ну и дальше уже, так сказать, расчет на то, что что-то произойдет в той стороне, в сознании той стороны. Вот это вот возможно. Если нет, ну, значит, война затянется. Значит, война, вот это наступление, оно приведет к частичным успехам, но не к каким-то, не к полному поражению России. Придется продолжать, и, скорее всего, наступление должно быть продолжено. И в этом плане, последнее, что хочу сказать, в этом плане меня очень тревожат некоторые публикации в американской прессе, в мировой прессе, где говорится о том, что вот, значит, военная помощь, значит, она будет зависеть от успехов украинской армии. Мне кажется, это переворачивание пирамиды, значит, вообще переворачивание ситуации с ног на голову. Успехи украинской армии зависят от военной помощи, а не военная помощь должна зависеть от успехов украинской армии. То есть, получается, что Украина каждый раз должна сдавать экзамен. Да. Да, то есть, вот она должна, так сказать, подтверждать свою, то есть, кровью украинских солдат, она должна подтверждать, так сказать, свою готовность воевать. Это вот после более чем года войны, после более чем года, когда Украина одна сражается против агрессора, который на самом деле представляет собой угрозу не только Украине, не столько Украине, сколько всему миру, в частности, всему, всей Европе, всему западному миру. Это, мне кажется, глупость. Я не знаю, глупость ли только, я сейчас не хочу включать там какую-то подозрительность, конспирологию, но это явная ошибка. Это явная, явная ошибочная постановка вопроса. Игорь Александрович, вот в продолжении темы Крыма в субботу 29 апреля в Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. Российские оккупационные власти заявили о попадании беспилотника. В свою очередь, российский сенатор Ольга Коветиди призвала нанести удар по Одессе в ответ на события в Севастополе. Утверждает она следующее, что произошедшее требует ответного жесткого решения действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято. По всей видимости, Медведев ее укусил. Скажите, пожалуйста, вот это событие, как и то, что происходило ранее в Севастопольской бухте, мы можем назвать определенными элементами и частицами вот этой военной кампании по деоккупации Крымского полуострова. Безусловно, это... То есть, вот говорить, что есть какая-то дата, после которого начинается наступление, а вот сейчас ничего нет, конечно, так нельзя. Конечно, идут действительно какие-то действия, какие-то шаги подготовительные. Понятно, что... Ну, общим местом стало, что решающим фактором начала наступления является погода. Понятно, что по бездорожью наступать, а прежде всего ударные, последние решения Рамштайна, они четко обозначили вектор западной помощи, это бронетехника, это танки. Танковый кулак сформирован, но этот танковый кулак просто может увязнуть в грязи. Поэтому понятно, что речь идет именно о погодных условиях. Значит, а сейчас идет подготовка и уничтожение, значит, вот объектов, имеющих военное стратегическое значение в Севастополе, это подготовка к наступлению, безусловно, это так. Можно так сказать. Ну, что касается Кивелиди, то, ну, слушайте, они там все друг друга кусают. Значит, поэтому здесь как бы удивляться, что очередной путинский халуй высказал какие-то... Ну, там Красовский предлагает сжигать и топить украинских детей. Это предлагает уничтожить Одессу. Ну, хорошо. Это... Да, за этим... Я внимательно наблюдаю за всем происходящим в российском телевизоре, за всей этой кунсткамерой. Вот. Это... Ну, это вот именно кунсткамера. Значит, иногда эти высказывания, эти мечты, кровавые, они воплощаются в реальность. Иногда. Иногда нет. То есть, ну, на самом деле, это важная работа следить за этими высказываниями, но эта работа должна быть в том числе и аналитической по сбору доказательств для будущего суда. потому что вот эти призывы, это же не просто бабушка на скамеечке сидит и подружке говорит. Это призывы публичного лица, которое наделено властью, которое, значит, имеет... То есть, это призывы к уничтожению в том числе и большого города. И это должно быть зафиксировано, так сказать, в будущем и войти в состав обвинения на трибунале. Я думаю, что они все являются военными преступниками. И все эти высказывания, их надо собирать не только как курьез, но и как свидетельство для доказательной базы будущего обвинения. Игорь Александрович, вы также зацепили тему настроений. Вот по поводу настроений в лагере нашего противника на примере Пригожина и частной военной компании. Давайте поговорим. Он сделал ряд заявлений, сказал о том, что в скором времени Вагнер перестанет существовать. Через какое-то короткое время Вагнер закончится, мы уйдем в историю и в этом нет ничего страшного. Раньше он говорил, что контрнаступление украинской армии начнется после 2 мая вооруженные силы Украины, готовы разорвать все фланги и вообще идет какое-то предательство внутри России. Складывается впечатление, что в сознании многих россиян так называемая специальная военная операция, она ассоциируется или стала ассоциироваться исключительно с Пригожиным. И пока его музыка не смолкла окончательно, он старается конвертировать эту популярность в какое-то политическое влияние и застолбить за собой некие политические позиции на будущее. Да, это правда. Пригожин сейчас безусловно самый активный, самый активный, я бы сказал, уже политик, потому что на самом деле Пригожин ворвался в ходе этой войны, Пригожин ворвался уже в российскую политику, он занимает седьмое место по упоминаемости в российской государственной прессе, причем это единственный человек, который не являясь, не обладая никаким статусом государственным, он никто, он не депутат, он не министр, не сотрудник администрации, он вот обычный пешеход, что называется, в потоке вот этих вот роскошных лимузинов, которые мимо него пролетают, но это пешеход, который обгоняет многих, в частности обгоняет Шойгу, Шойгу не входит в первую десятку российских политиков по упоминаемости в российской прессе, министр обороны не входит, а Пригожин входит, занимает седьмое место после там Путина, еще целого ряда российских политиков, и здесь надо сказать, что он же не только Чевака Вагнер, на самом деле это такой вот музыкант-многостаночник, он же не только в этой войне участвует, его ЧВК Вагнер контролирует в значительной степени целый ряд африканских стран, в том числе центрально-африканскую республику со всеми ее недрами и богатствами, он имеет очень мощную фабрику троллей и медийные ресурсы, которые по своей эффективности могут сравниться с российскими государственными медийными ресурсами, и он каждую буквально, он каждой бочке-затычка, он просто строчит, как из пулемета, понятно, что не сам, понятно, что на него работает большая команда медийщиков, но он просто строчит из пулемета, он производит по количеству новостей, которые он сам себе придумывает и сам себе производит, он, безусловно, сейчас не имеет равных, он очень старается занять место в любом случае, что бы ни произошло, Пригожин готов к любому варианту развития событий, если путинский режим сохранится, то он поддерживает контакты с Путиным и рассчитывает занять место в этой политической системе, потому что сейчас он уже, так сказать, имеет явную, достаточно высокую, в том числе и возможную электоральную поддержку, если когда-то случится какое-нибудь мероприятие, которое они назовут выборы. И здесь Пригожин имеет шансы на достаточно большой успех, пожалуй, даже больше, чем в 1993 году был успех ЛДПР. Я думаю, что он может иметь шансы превзойти этот успех. Что же касается возможного сценария перевода вот этой вот империалистической войны в мафиозную, то у него тоже все готово. И ЧВК Вагнер не уходит в историю. Это пиаровский ход, конечно, значит, для того, чтобы вызвать поток возмущения. Куда же ты, отец родной, зачем не бросай нас и так далее. То есть, как же мы без ЧВК Вагнер. Это понятный ход. К такому ходу неоднократно прибегал Иван Грозный, когда говорил, что вот сейчас я вас всех брошу, уйду в монастырь, значит, на что, так сказать, тут же начинали орать, что нет, не уходи, царь батюшка, не бросай нас. вот Пригожин примерно к такому, я понимаю, смехотворность, аналогия, но тем не менее, прием-то давно испытанный. Вот, поэтому я думаю, что Пригожин прекрасно готов к варианту мафиозной войны, лучше, чем многие, и я думаю, что в случае перехода вот к этому, к этой смуте, то Пригожин будет чувствовать себя в ней, как рыба в воде. Вот, он к ней, к смуте, он готов лучше, чем многие, потому что у него есть боеспособная боеспособная частная армия, у него есть авантюризм его, и умение, быстрая реакция, и умение быстро ориентироваться в изменяющейся ситуации. Поэтому я думаю, что среди вот этих вот неповоротливых, привыкших к комфорту российских чиновников, Пригожин будет чувствовать им, будет иметь большое конкурентное преимущество. Человек-уголовник с уголовной психологией, с психологией человека, который привык выживать в довольно плотной и враждебной обстановке, вот, привык воевать на несколько фронтов, поэтому я думаю, что если его не убьют, и если он не представлен перед судом, я ему очень желаю либо того, либо другого исхода, но если этого не произойдет, то я думаю, что он сможет добиться определенных результатов при любом развитии событий. Вот по поводу политического позиционирования и обозначенной Пригожиным политической позиции, издание «Глаз народа», редакция этого издания, сделала запрос Пригожину, и в этом запросе речь идет о том, что в телеграм-опросе, кого, по вашему мнению, можно назвать лицом так называемой специальной военной операции, цитирую, вы лидировали, то есть Пригожин лидировал голосование с результатом более 80%, наша редакция обратила внимание, что сегодня утром ситуация начала меняться, ваш рейтинг опустился до 62%, Кадырова до 13%, Суровикина до 19%, как вы думаете, с чем это может быть связано? И пресс-служба Пригожина отвечает, что увеличение рейтинга Кадырова и Суровикина меня напротив радует, потому что они делают дело, поэтому суммируйте наши рейтинги, и вы получите тот объем людей, капризных дедушек, ну это намек естественно на Гиркина, иногда этот клуб еще называют клубом капризных карликов, а вот по поводу карликов, ну общеизвестно кого вот в российской политике величают карликов? Да, у меня тут недавно произошел микроспор с Андреем Андреевичем Пианковским, который считал, что это высказывание относится к Путину и Медведеву, я думаю, что естественно Пригожин имел ввиду конечно же клуб просерженных патриотов Гиркина, поскольку он с Гиркиным находится в такой довольно забавной перепалке давнишней, называют его всячески, а тут его обзывают, то есть там идет просто такой вот достаточно буйный батл, но конечно имел ввиду, Гиркина, но случайно рикошетом попал в Путина с Медведевым, так что такая вот забавная история. Вы сейчас сослались на телеграм-канал Пригожина, это очень забавное, на самом деле забавное медийное явление, потому что Пригожин сам себе пишет вопросы от имени разных, там, от имени BBC, от имени Washington Post, от имени, так сказать, New York Times и прочих мировых. взаимодействуют с американскими журналистами, кстати. Да, но это взаимодействие выглядит таким образом, что американские журналисты об этом ничего не знают. Значит, вот он пишет, там, например, какая-нибудь Кэтрин пишет из Washington Post какой-то вопрос Пригожину, там, уважаемый Евгений Викторович, пишет некая Кэтрин из Washington Post, и далее какой-то вопрос, на что Пригожин вальяжно развалясь, так сказать, почесывая себе вот что-то, значит, отвечает, что милая Кэтрин, и дальше идет мат сплошной, то есть, вот это расчет на аудиторию, что, мол, как он сделал эту американку, как он сделал, делал это BBC, ну, это, ну, это вот такой вот способ продвижения, я не думаю, что в массовом порядке мировая пресса интересуется мнением Пригожина по вопросам мироздания, ну, вот он, причем, учитывая характер ответов, уже понятно, какой будет ответ, ответ будет ернический, даже если случайно какое-нибудь издание спрашивает о чем-то Пригожина один раз, то больше никакого желания спрашивать не будет, не возникнет, потому что ответы всегда возникают именно ернические, хамские, как правило, нецензурные и не содержащие ничего абсолютно, не содержащие никакого реального, никакой реальной информации, поэтому, вот, подводя итоги тому, что вы, ответы на ваш вопрос, Пригожин это гигантский тролль, гигантский, сам по себе Пригожин это гигантский тролль, огромный, кровавый, чрезвычайно опасный, но это именно тролль, то есть он троллит всех и вся, он троллит власть, он троллит правительство, он троллит министерство обороны, троллит своих оппонентов, в конечном итоге, вот, у него смешана ложь и кровь воедино, он стоит на лжи, на крови, на насилии, и, так сказать, вот в этом его огромная опасность, в этом, это действительно, я не думаю, что какой-то пренебрежительное отношение, хотя казалось бы, ну какая-то фигура карикатурная совершенно, на самом деле, вот к Пригожину есть смысл отнестись серьезно, потому что это действительно фигура, несущая серьезную опасность, не только для России, но и для окружающего мирового пространства. Игорь Александрович, на этой неделе состоялся долгожданный, наконец-то это свершилось, телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и председателя Китайской Народной Республики. Си Цзиньпиня много уже чего было сказано по этому поводу, исходя из той публичной информации, которой мы все обладаем, каким выводом можем прийти? Несмотря на то, что в ходе этого разговора, насколько я понимаю, ничего там особо существенного не произошло, разговор длился порядка часа, естественно, всего содержания мы не знаем, ну, я точно не знаю, значит, но некоторые очевидные последствия, это то, что обменялись какими-то послами, обменялись какими-то официальными представителями Китая, в Украине, Украина, в Китае, и есть три главных вывода. Во-первых, я считаю, что этот звонок это очень положительное явление, несмотря на то, что вот казалось бы просто звонок, подумаешь, явление это положительное, потому что это означает в конечном итоге появление украинского направления в китайской политике. Просто до этого его не было, был визит Си Цзиньпиня в Москву и было российское направление в китайской политике. Очень сильное, мощное, ну, скажем, так сказать, с какими-то ограничениями, но тем не менее значительное. Это, а сейчас появилось украинское направление в китайской политике. Это важно, это хорошо, учитывая величину Китая, его удельные весы в экономике и в мировой политике. Это важно. Второе, я думаю, что вот этот вот китайский план мирного регулирования, так называемого, который был до сих пор откровенно пророссийским, ну, сейчас он несколько сменил вектор, я не думаю, что он будет иметь хоть какое-то значение, но, по крайней мере, в роли такой спекуляции, что вот Китай предлагает мир, а Украина отказывается, этого уже не будет. Это важно. и, наконец, последнее, это, вот я сужу, опять-таки, по российской патриотической, в кавычках, прессе, то есть, по российскому официозу, ну, там некоторая истерика, я вот тут недавно, по-моему, вчера, что ли, или позавчера наблюдал истерику одного, так сказать, абсолютно оголтелого фашиста по фамилии Мордан, есть такой пропагандист второго ряда, но, тем не менее, очень заметный, своими, известный своими совершенно людоедскими высказываниями, так он просто отчитывал, он персональное дело товарища Си Цзиньпина вынес на всенародное обсуждение, говорит, товарищ Си Цзиньпин, это что же получается? Вот, не звонил, не звонил, и мы все воспринимали, что ты, товарищ Си Цзиньпин, нам друг, а сейчас взял и позвонил, значит, Бандеровцу, Зеленскому, вступил... Или ответил Зеленскому на его телефонный разговор. Вот это вот, вы знаете, вы знаете, я должен вам сказать, что вот эта постоянная фиксация, кто кому позвонил, значит, она в духе российских СМИ, которые постоянно жили, это вот Путину позвонил там Байден, да, вот, кто кому позвонил, как чертова мать, фиксируем просто, что в коммунике Министерства иностранных дел Китая как раз было указано, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Понятно, это, конечно, очень важно, то есть это, понимаете, это вот как в детских разговорах, а вот ты мне позвони, нет, позвони мне ты, чертова разница. А вот Бориса мы еще можем вспомнить, позвони мне, позвони. Да, 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 то есть это вот, это вот эта история, поэтому разницы не имеют, понимаете, можно звонить, а там бы трубку не брать. Вот, то есть был телефонный разговор, это важно. Так вот, так вот, истерика была полная, то есть ты кто такой теперь нам товарищ Си? Мы-то думали, что ты нам товарищ, а ты вот тут с Бандеровцем общаешься. Вот, это истерика серьезная, то есть на самом деле я думаю, что этот разговор имеет значение, ну, скажем, преувеличивать значимость этого разговора я бы не стал, но тем не менее он имеет определенного значения в том смысле, что, значит, он как бы не создает вот такая увесистая, понимаете, Китай это все-таки огромная экономическая, военная и геополитическая туша, которая, его вес, он был до сих пор целиком в значительной степени на российской стороне, а сейчас он как-то немножко перераспределяется и вот этим разговором Китай немножко отдаляется от полной поддержки России и это очень важно именно как соотношение сил. Хотя, конечно, Китай не будет прекращать военную помощь России и голосовать будет достаточно подло в Совете безопасности, но, собственно говоря, Совет безопасности уже превратился, в общем, в некоторое посмешище после председательства Лаврова и, в общем, утратил свою какую-то существенную роль в сохранении международной безопасности. Но, тем не менее, роль Китая осталась важной и существенной и звонок на их разговор телефонный с Зеленского СИ он имеет положительное значение. Кстати, президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений по результатам вот этого телефонного звонка и общения с Зиньпинем. Украинский лидер сказал, что Китай готовит своего спецпредставителя от имени правительства не столько для Украины, сколько для ведения переговоров с Европой. Известно, что этим спецпредставителем со стороны Пекина будет бывший посол Китайской Народной Республики в России. И также Зеленский сообщил, что СИП обещал не предоставлять оружие России для использования этого оружия в войне. Но это по сути возможно чуть ли не главный итог вот этих переговоров. Ну, скажем так, я бы не переоценивал вот это обещание Си Цзиньпиня, потому что ну и до этого Китай официально не предоставлял России оружие, но тем не менее китайское оружие находили, китайские боеприпасы, китайское оружие находили на территории Украины. То есть это тот случай, когда Суслика не видишь, а он есть. Китай официально не предоставляет оружие России, но оно идет, оно происходит, оно происходит через третьи страны, там и те самые конвои с иранскими боеприпасами, с иранским оружием, то есть есть гипотеза, что это китайское оружие просто через Иран поставляется, по крайней мере я такую версию слышал в прессе, так что возможно через Беларусь еще как-то, то есть короче говоря это хорошая новость, но я бы ее все-таки не переоценил. Я думаю, что Китай будет продолжать поддержку России, дипломатическую и возможно и ну и кстати говоря и финансовую тоже, потому что закупка углеводородов это как раз и есть та брешь в тотальном бойкоте России, которая Китай и Индия, то есть брешь величиной с Китая и Индию, вот, это две громадные страны, которые на сегодняшний момент не участвуют в санкциях по отношению к России. Так что я бы не стал переоценивать вот те заявления Си Цзиньпини, которые он дал в разговоре с Владимиром Зеленским. Игорь Александрович, и также на этой неделе парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о принудительной депортации украинских детей и взрослых в Россию, там сочли это признаками геноцида и сообщается, что далеко не все члены ПАСЭ являются странами, которые ратифицировали римский устав, по которому выдан ордер на пресс Владимира Путина и принятие резолюции расширяет круг стран, где российского президента считают подозреваемым военным преступлением. Интересна была, кстати, позиция грузинской делегации, она не отдала ни одного голоса за эту резолюцию. Представитель Грузии заявил, что грузинская делегация завершила визит в Страсбук еще до голосования по резолюции, которая, по его словам, была внесена в повестку дня в последний момент. Такое впечатление, что то ли на маршрутку они спешили, то ли на самолет не успевали. По поводу самой резолюции, решения грузинской делегации, давайте и по этому пройдемся. Вы знаете, давайте так, во-первых, резолюция. Резолюция это важная история очень, и, кстати говоря, уже, я не уверен, что по хронологии, но, мне кажется, уже после этой резолюции Путин подписал указ, который является чистосердечным признанием в совершении, в намерении совершить международное преступление уголовное. это указ о депортации украинских граждан, которые откажутся принимать российское гражданство в оккупированных территориях. Фактически, украинцы становятся, ну, это, насколько я понимаю, с 1 июля действует этот указ, и украинцы становятся в ряд с довольно длинным перечем депортированных народов, по отношению к которым совершался акт геноцида. Это чеченцы, ингушизм, советские годы, народы, которые были депортированы. Сейчас к перечню этих народов добавляются украинцы. То есть, это чистосердечное признание, которое Путин просто подписал своим указом, о намерении депортировать украинцев. Теперь, что касается позиции Грузии. Я сейчас не могу подтвердить личными наблюдениями, потому что я довольно давно не был в Грузии, а уж точно после 24 февраля прошлого года я точно не был в Грузии. Но многие из тех людей, которые наблюдают происходящее в Грузии сегодня, утверждают, что есть две страны, в которых поддержка Украины в этой войне максимальна. Это Литва и Грузия. То есть, поддержка Украины в этой войне в народе Грузии максимальна. И здесь, на мой взгляд, проявляется очень резкое противоречие между позицией грузинской власти, которая вроде бы как находится в состоянии равных, скажем так, буду говорить предельно жестко и не дипломатично. Грузинская власть захвачена, просто куплена с потрохами пророссийским миллиардером Иванишвили. Иванишвили купил грузинский парламент, купил себе там фракцию и не одну. И на сегодняшний момент грузинский парламент просто-напросто находится на содержании пророссийского миллиардера Иванишвили. Меня многие могут поправить, критиковать, что Иванишвили не совсем пророссийский, что может быть он не все в Грузии контролирует. Да, в Грузии он не все контролирует. Он не контролирует народ Грузии, который, например, выступил против своей же власти и власть отползла, когда они приняли вот этот безумный закон об инноагентах, в точности повторяющий российский вот эти студенческие волнения. То есть народ Грузии Иванишвили купить не смог, а парламент смог. И в значительной степени и правительство смог. И в значительной степени вот эта грузинская дипломатия, она сейчас является дипломатией, которая не отражает настроение народа грузинского. В этом году, насколько я понимаю, состоятся парламентские выборы в Грузии. И вот тут самый главный вопрос заключается в том, сможет ли грузинская оппозиция каким-то то есть вот сможет ли этот протест, который мы недавно видели, который на самом деле оказался успешным, каким-то образом превратиться в политический субъект, который сможет противостоять вот этой Иванишвилирской грузинской мечте, которая на самом деле является мечтой Путина в конечном итоге. На этот вопрос у меня, конечно, нет ответа. И более того, я беседовал с некоторыми грузинскими политологами, у них тоже на этот вопрос нет ответа. Поэтому ситуация с поведением грузинской делегации в ПАСе это ситуация поведения грузинской власти, которая никоим образом не представляет грузинский народ. И этому есть доказательства. Это не общая фраза, это доказательство того, что действительно грузинский народ полностью солидарен с Украиной, а грузинская власть в данном случае просто в значительной степени выражает интересы Путина, к сожалению. Насколько в Грузии удастся это противоречие как-то преодолеть, я, естественно, не знаю. Будем смотреть. Это интересно. Игорь Александрович, подходим к завершению нашего с вами разговора. Есть информация о том, что Соединенные Штаты Америки передали Украине датчики, которые фиксируют всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и документируют их. В заявлении, полученном на запрос New York Times, сообщается, что сеть атомных датчиков развертывается по всему региону и сможет характеризовать размер места, положение и последствия любого ядерного взрыва и таким образом лишит Россия любой возможности использовать ядерное оружие в Украине анонимно. То есть, Соединенные Штаты Америки осуществляют определенные, знаете, превентивные меры и Вашингтон совершенно не исключает того, что Путин может нажать на вот эту пресловутую красную кнопку. Ну, во-первых, я бы все-таки я понимаю, что Вы несколько метафорически использовали понятие красной кнопки, потому что никакой красной кнопки, конечно, не существует, ни кнопки, ни цвета, ничего такого нет, никакого ядерного чемоданчика не существует. Существует определенное, во-первых, вот есть это 12-е управление, главное управление Министерства обороны России, которое осуществляет контроль за хранением, транспортировкой, использованием ядерного оружия. И решение принимает, безусловно, главнокомандующий, то есть президент, но в реализации этого решения участвует целый ряд офицеров и генералов. Вот, поэтому вот просто случайно, так сказать, Путин, который там неудачно во сне повернулся и у себя в кармане нажал красную кнопку, такой сценарий исключен. И я абсолютно убежден, что, значит, в инструкциях для этих генералов и офицеров есть защита от дурака, есть защита от того, как, значит, вот это вот задействование ядерного оружия может произойти случайно, и такие случаи были, когда действительно поступал ложный сигнал о, так сказать, ядерной атаке со стороны стран НАТО Соединенных Штатов Америки, и по идее по инструкции должна была быть задействована ответный ядерный удар, но этого не произошло, потому что у офицеров сработала вот эта вот защита от дурака, и в общем-то люди сумели разобраться, что да, действительно проверка, да, этот сигнал был ложный, в конечном итоге апокалипсиса не состоялось, именно благодаря вот этой защите от дурака. Я не то, что не исключаю, я уверен в том, что этот механизм защиты от дурака, он включает в себя и механизм защиты от конкретного дурака, который находится в главе государства, потому что действительно возможно, что человек, который является главнокомандующим, в какой-то момент может заболеть, сойти с ума и благодаря этому возникнет ядерная война, которая приведет к уничтожению значительной части человечества. Я думаю, что в таких случаях существуют какие-то сдерживающие механизмы. Короче говоря, я думаю, что и то, что неоднократно Путина предупреждали, что в случае нанесения ядер, попытки нанесения ядер, ядерного удара будет уничтожен прежде всего лично Путин, поэтому я думаю, что вот этой ядерной угрозы ее нет. Но понятно, что страны НАТО должны готовиться к этой возможности. Какая-то вероятность существует, естественно, здесь расслабляться нельзя. Но самое главное, что я по этому поводу хочу сказать, что играть в игру шантажа ядерного абсолютно невозможно, потому что если ты начинаешь играть в игру ядерного шантажа, тогда ты должен сдаться. Потому что если Путин угрожает ядерным оружием и значит, чтобы не обижать Путина, надо, например, не делать того-то, того-то, не давать Украине оружие, то в конечном итоге, если Путин в ответ на, например, предоставление танков может ударить ядерной бомбой, то это означает, что Путину надо отдать все. Путин может обидеться, и поэтому ему надо отдать Украину, а Путин может обидеться, и поэтому ему надо отдать страны балки и так далее. То есть в эту игру ядерного шантажа играть нельзя. А работать для того, чтобы уменьшить эту угрозу, конечно, надо, и здесь Соединенные Штаты Америки поступают разумно. Игорь Александрович, будем завершать огромное вам спасибо за этот разговор. Игорь Яковенко, журналист, социолог и политический обозреватель был сегодня вместе с нами на Политэк, а также спасибо всем нашим зрителям, слушателям и подписчикам. Берегите себя, услышимся и обязательно увидимся. Всего доброго. Субтитры Субтитры